И снова здравствуйте, тут у меня письмо, но я конверт не буду показывать с той стороны, покажу с этой стороны, потому что тут адреса, мои девочки, это будет как-то некошерно светить адреса, да? В общем, письмо у меня такое классное, я бы показала, тут такая шикарная обезьянка, но тут еще есть письмо, поэтому эта обезьянка будет лично для меня, а вот другую обезьянку я вам покажу. В общем, классный почерк, слушай, Катя, Катя Гринева, надеюсь, в этот раз я правильно произнесла ударение, в общем, ты такая классная, мне прикольно с тобой так общаться, вообще даже не замечаешь, что я тебя там раза в два, наверное, старше, в общем, почерк у тебя шикарный. Вот когда я училась во время на этом в педе, вот все бы таким почерком писали, так бы лекции классно было переписывать, когда я пропустила, да? Письмо, конечно же, дошло, письмо долетело, так, сейчас скажу, за 9 дней, я вчера приехала, вообще, ну, можно сказать, за 8 дней, потому что оно вчера пришло, но я уже приехала поздно и на почту бы просто не успела, поэтому сегодня проснулась что-то ни свет ни заря, решила до обеда добежать до почты, не зря оказывается. Так, 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 где ты редактируешь видео? Мы согласовали в личке, что я на некоторые вопросы могу ответить в видео, в общем, видео я редактирую в основном на YouTube, вот где там есть раздел редактировать видео, что-то такое, там же еще сшиваю, там вроде кнопочка слева создать или как-то так, я все хочу лазать по системе, посмотреть, какие у меня есть программы видеоредактирующие, потому что, допустим, на 7-8 что-то такое интересное было, но оно было только иконкой, как потом выяснилось. На Винде, когда-то давно у меня на самой первой Винде, в 2006 году, когда появился, о, у меня 10 лет компу в этом году, тому, как у меня свой личный комп, потому что раньше я просто ходила печатать к сестрам свои текстики на какие-нибудь там литературные выступления, просто или на печатной машинке, вообще, не поверите, была печатная такая историческая машинка. И, в общем, у меня там была такая программа шикарная, наверное, в 2006 году, потом она как-то модифицировалась и уже не такая шикарная стала. И я в ней что-то все редачила, редачила, редачила какие-то видочки, так, просто, интереса ради, но тут разбиралась, не нашла ничего. Может, у меня все-таки часть провалилась, наверное, вместе с тем первым компом. Короче, сейчас я редактирую видео в основном на YouTube. Вот то, что у меня видео было с фотографиями на мою музыку с Калининграда, я их редактировала в какой-то программе на Linux, на компе прямо. Кто-то меня подогнал, я не помню, то ли анонимус, то ли еще какой-то добрый человек. Я даже не знаю, как она называется, надо лезть в комп, посмотреть. Так, в какие города собираешься поехать? В общем, в этот раз я пока собираюсь поехать, это, у меня оказывается, Полоцк. Если ничего не путаю, вообще, надо заглянуть в бумажку моей этой, купленной уже еще в начале года, какие-то там путевки, да, значит, у меня Полоцк, Минск и Дудутки. Я не совсем уверена, Дудутки это гурт или поселение, но вот что такое-то в Беларуси будет. Потом, если у меня получится, очень-очень надеюсь, что получится, в конце сентября поехать в Крым, там сколько-то очень много городов. Тоже экскурсия от нашего туроператора Ярубалтур. Еще я бы съездила, вообще, очень хочу в один маленький город Германии из шести букв, не помню его названия. Я каждый раз его забываю, с чем он у меня ассоциируется, подозреваю, что он даже не на фэм. Ну, это надо посмотреть как-нибудь, он у меня где-то записан. Так, куда еще хочу? Конечно, Япония и Китай, Китай я давно хочу, года три хочу, но у меня сейчас пока денег нет, но не на Китай, тем более не на Японию. Так, я бы, так, в Вологде я не была, в Костроме была, в общем, я бы по Рашке в некоторых местах проездила, по некоторым городам Ярославской области, таким маленьким-маленьким, даже чисто потому, что у нас там какой-нибудь препод был, и он говорил, что я вот из Данилова, там еще какой-то любимый есть, ну, вот такие маленькие такие города. Да, до Саратова я в свое время не доехала, но если получится, то, может быть, когда-нибудь доеду и до твоего города тоже. Потом я съездила бы по некоторым городам Московской области, ну, это уже так, просто в планах, вот, чисто в перспективе и приоритетах в этом году у меня Крым и Беларуська. А там уже как получится с финансами, настроением, ну, и, может быть, компанией. В этот раз я еду в оба раза, один, один совсем один. Так, а сколько платила за твою прошлую поменяшку? Моя прошлая поменяшка была на самом практически конце России, и у меня что-то она, ну, она и тяжеловасто вышла, потому что зависит еще в основном от веса, да, ну, чем больше вес, там еще чем дальше расстояние. У меня она вышла что-то на 500 с чем-то рублей, у меня это поменяшка, я такая, ооо, пришла на почту, думала, до рублей 300. Офигеть. Ну, вообще, на самом деле она может и за, вот, сколько я платила, сейчас я вспомню, вспомнить бы, вот за ту посылку, которую посылала методом тыка, ну, рандомный, который из конкурса был. Девочки, Алене, привет, если смотришь меня, твоя посылка на меня пока еще не дошла, но за почту Рашки мне вручила только германскую. В общем, ну, мы будем надеяться на лучшее. И, что-то у меня 230, что ли, вместе с коробкой вышло, как-то так. Ну, а сколько там, на килограмм с чем-то была посылка, ну, где-то вот так вот, самое максимум, если вот из одного конца Рашки в другой конец Рашки слать, то, наверное, это вот где-то за 500 с чем-то будет, но это еще, вот, если больше килограмма. Вот так. Так, вроде... Да, мне тоже иногда нравятся мои шутки. Я еще тут в деревне сидела и думала, может, это заговорить там как-нибудь. У меня раньше, когда белка была, мама меня заставляла умные фразы из книжек записывать, которые мне нравятся. У меня была такая тетрадочка с умными фразами, я потом их... Они мне дико нравились, я периодически их вставляла в разговоре. Ну, и вот сидела в деревне, думала, вот как-нибудь, если будут записывать, надо что-нибудь такое повспоминать. Ну, чисто просвещение из книжек же фразы. Вот. В общем, у меня тут такое с такими цветочками, синими и красными письмом, с таким очень красивым треугольничком наклеенным. Вообще классная такая... Ой, я такая в восторге. Тут у меня еще три запросика, запросики обязательно выполню. Постараюсь или до следующего еду в деревню, или, может быть, в деревню даже что-то запишу. Так. Еще что у нас тут? О, мне прислали. Я такой довольный. Леоли, а я бы forever. Сердечко с сердечками. Повижу куда-нибудь. Я обезьянка! Я очень надеюсь, что это видно. Вообще, я такая фря. Я в деревне обнаружила, что у меня, оказывается, режимы для фотографий относятся еще и к режимам видеосъемки. Никогда я об этом не думала. Ну, в книжке там инструкция что-то было написано. Но так, мелком, 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 мельком, мельком, мельком все про основное. Я тут так удивилась. У меня в видосике этот деревецкий влог, я его еще сама не осилила. Просто посмотреть, как это все вышло. У меня там пара именно режимов была как раз вот этой с фоторежима. Просто у меня первый Кассио был. И там был, конечно, видео, но там как-то видео само по себе было от фотика. В общем, такое у меня классное письмо. Обезьянка. Сердечко. Еще обезьянка, которую я вам не покажу. Но если вы увидите через отсюда, вот как она выглядит. Тут видно, в принципе, эти цветочки и обезьянку. То вам повезло. Кстати, вот тут написано, что это письмо. Вообще, когда достала этот квадратик, я решила сначала, что это как вот эти блокнотики, такие маленькие. Письмо. Вообще, клево. Бебезьянка. Ой, я тоже свои рисунки подписываю этими датами, когда сварганил. Сердечко. И конвертик с другой стороны. Спасибо тебе огромное. Катюшка. Гринева. Я думаю, вы зарядились положительной энергией от моих положительных эмоций. И снова я не прощаюсь и перехожу уже к своему последнему обзору, последний на сегодняшний день по ссылке. Спасибо. Спасибо.